Всем привет, мои хорошие! Это все еще я, все еще в той же кофточке, все еще в тех же сережках, все еще с теми же синими волосами. Покажу вот это чудо в ссылке. В ссылке будет ролик, в описании будет ссылка на этот ролик, и в конце этого ролика тоже обязательно будет ссылка на ролик о том, как я пересаживала это чудо в этот горшок, пересаживала цветущим, и как я попила чай с цветочком этого чуда. Да, я не заметила, как во время посадки я наклонила орхидею цветочек, погрузился в мой чаечек благополучно, потом я ее подняла, посадила, взяла, попила чаечек. Кстати, хочу вам сказать, чаечек приобрел какой-то такой терпкий привкус. И поэтому дальше в ролике я уже чаечек не пила, потому что мне что-то привкус не понравился, но факт, чаечек с орхидеей я все-таки попробовала. Итак, для тех, давайте так, сразу скажу, что если вы решаете пересадить орхидею, то, конечно же, ну если это плановая пересадка, то лучше спланировать ее на момент, когда орхидея не цветет. И самый идеальный момент, это когда орхидея растит корешки. Но если вам срочно надо пересадить орхидею, и она цветет, плевать на цветение. Лучше пересадить и увидеть потом еще много-много прекрасных и пышных цветений, чем пожалеть цветение вот сейчас и попрощаться с этой орхидеей потом в целом, или же погрузиться в долгую длинную реанимацию этой орхидеи и увидеть следующее прекрасное цветение через два-три-пять лет и так далее. Так, значит, я ее решила пересаживать, хоть она и цвела, и хоть у нее вот еще бутон, и у нее тут где-то еще есть цветонос, и да, где-то тут был. Боже мой, где-то он тут был, и тут у меня еще растущие есть росты. Она у меня постоянно доращивает, постоянно цветет, вот у нее одна вот сейчас вот совсем новый рост проклюнулся, который только начал расти, есть вот тут новый рост на середине, есть вот новый рост, который уже формируется, и у него вот чехол, из которого будет цветонос, да, а не будет, был, был цветонос, запрел. Не важно, то есть ну вот она у меня постоянно в такой стадии, где тут она цветет, тут вот она будет свистеть, там вот уже растет цветонос, тут только начался рост, там уже дорастает, и у нее постоянно есть активность корней то есть там постоянно нарастают корни и поэтому я себе позволила ее пересадить вот так вот взять и пересадить потому что есть вот те самые растущие корни которые помогут и здесь укорениться и в общем то смотрите цветок она не скинула бутон она доращивает не скинула у нее все отлично все продолжает расти она не заметила пересадки хотя я потревожила корневую убрала лишнее все это потеребила поковыряла и посадила абсолютно новые свежие субстраты напоминаю из субстрата у меня здесь моя любимая кора архиата лавовый камень и кока чипсы кока чипсы потому что я заметила что вот эта дама хоть и котлея хоть и гибрид и прочие хоть 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 и если она любит попить и она не очень отзывается на пересушке а я любительница посушить и у меня глиняный горшок который дышит и он будет просыхать быстрее чем пластик плюс тут дырки что будет еще ускорять и поэтому я добавила кокосовое волокно которое даст дополнительную влажность то есть скажем так она не будет страдать от пересушки даже если я где-то пропущу момент не захочу поливать ее отдельно пусть она еще день-два подождет и польется со всеми то вот как раз такая посадка ее спасет вот так что смотрите все кто боится так пересаживать все там кто считали что о боже юля так нельзя о боже что же ты сделал чему-то учишь людей а я это там ничего страшного просто главное как знаете взвесить все взвесить и понимать что ты делаешь вот так вот что вот такая прелесть ничего криминального не случилось на этом все сегодня ролик короткий прям никогда всем большое спасибо за просмотр и всем как всегда солнечные дни и пышных цветений пока пока